Приветики всем косметомальчикам! Сегодня я вам покажу свои новые покупки, а также расскажу о некоторых средствах, на которые еще я не давала отзывы. Первое, о чем я хотела бы рассказать, это вот такой порошок Дэнни Тотал. Он мне очень понравился, его я уже много раз использовала в стирках, где-то вот столько нету из общей всей массы упаковки. Упаковка относительно большая, здесь 3 кг, написано, что хватает на 20 стирок, но я, конечно же, растягиваю, я использую очень экономно и никогда не трачу столько, сколько написано. Белье обычно не грязное, поэтому мне нравится в этом порошке запах, что мне очень вообще редко нравится в каких-то косметических товарах и в бытовой химии. Это для стойкого цвета, я всегда стараюсь брать порошки для того, чтобы они не вымывали цвет. Следующее средство, это отзыв. Вот такой Демалин. Это средство я не повторю больше никогда. Синенький мне понравился, а этот с лимоном. У него ужасный запах, очень резкий, очень сильный. Состав этого средства оставляет желать лучшего в плане безопасности, потому что здесь содержится фосфорная и щавельная кислота. Это очень страшные вещи для нашего организма. В этом средстве обязательно работать в перчатках. И если вы просто чистите унитаз со щеткой обычной, с ёршиком, то нужно хотя бы закрывать лицо каким-то небольшим полотенцем. В общем, его ни в коем случае нельзя вдыхать. Как и предыдущее средство, оно очень мощное, оно хорошо очищает, но этого средства нужно больше по сравнению с синим. В общем, это средство не повторю и не знаю, буду ли я вообще что-то покупать, потому что я купила уксус обычный и насмотрелось много лайфхаков, где используется уксус вместе с соной. И так можно очищать поверхности всякие. Это из крупного и также из крупного, наверное, не все, а вот такой еще Демалин для мытья стекол. Это средство очень упрощает работу в плане того, что нужно что-то оттереть, не обязательно на стекле, на какой-либо поверхности. Не слишком резкий запах, очень удобный формат, то, что это пырскалка. Такой у меня уже был, его хватило на полтора года до этого, или даже больше на два года. Да, на два, не на полтора. И я взяла такой же, только, по-моему, с другим вкусом, вкусом, запахом. Повторила также вот такой крем для ног, доктор Хербариум. Была просто в диком восторге от запаха. Здесь кора дуба, череда, орника и голубика. И это не совсем тот крем. Я не совсем такой хотела. Я вот тут и думала, что чего тут написано для ног. Я не помню, какой конкретно он был для ног и не для чего, неважно. Я использую для ног и для рук крем мне нужен. В том был состав точно немного другим, и там был боярышник. Вот так, в общем, я ошиблась. Но крем из этой же серии. Но пахнуть будет, к сожалению, по-другому. Я расстроена. Крем небюджетный. Ну, как для меня, по сравнению с другими кремами. Это обычная стоимость за 150 грамм его. Стоит около 80 рублей. Повторяю, в который раз вот такую покупку в Сенсабэбе. Мне нравится, что здесь классно. Удобная упаковка, очень плотная, такая позитивная, яркая. В этот раз мне не попались суховатые, были по акции. Даже не знаю. Салфетки абсолютно обычные. Чуть больше, чем самые-самые дешевые, самые простые в таких дешевых маленьких упаковках. Ну, как дешевых. Когда вы их покупаете маленькими, это невыгодно. И это дорого. Это вот такая окна для укрепления волос. Покупаю уже третью упаковку, пользуюсь. Чуть-чуть затемнила волосы. Благодаря тому, что она осветленная, ложится абсолютно ровно, красиво. Действительно придает красивый золотистый, золотисто-коричневый оттенок. На мои волосы мне хватает одной пачки. Я их все так же подстригаю очень сильно коротко. Завариваю просто кипятком. В предпоследний раз я добавляла воду с лимоном. Кипяток с лимоном получился более насыщенный цвет. На постельное белье он не берется. Она не берется. Единственное, что если вы почешете голову, то ногти будут вот такие. Не идеально белые. Этот напоследок. Вот этим дезодорантом я пользуюсь для ног. И у меня очень сильно пугает перспектива рака молочных желез. И поэтому подмышечные впадины я не ношу никаких дезодорантов. Потому что это лично для меня я лучше перестрахуюсь и 50 раз на день помоюсь, чем что-то потом будет. Слишком много исследований и слишком много статей я читала по этому поводу насчет рака. Запах очень сильный. Для чего он нужен? Дезодорант. Это просто дезодорант. Это не антиоперспирант даже. Он убивает бактерии. Скользит лучше нога в шлепанце. И не натираются никакие мозоли. В общем, для такого применения, конечно, лучше использовать просто крем. Но это именно средство. Оно как бы так не высыхает до конца. В данный момент очень хорошее мое открытие, любимое. Это факс с ягодами. С листными ягодами. Очень-очень вкусный, приятный запах. Опять же, от дурки мне очень редко нравятся в косметических товарах. Поначалу, как только открываешь, в ванной просто божественный аромат. И закончилось вот такое мыло Beauty Soap. Вот такое, последнее, еще не начатое. Это мыло оставляет неприятный налет на теле. И оно довольно бюджетное относительно. Но такое я постараюсь больше не покупать. Относительно приятный запах. Такое мыло уже было у меня много раз. Это киви и ацерола. По качеству, конечно, лучше мыло с ягодами. Вот это предыдущее, что я показала. И даже хозяйственное 65% мыло. В последнее время, почему я вставила это напоследок? Потому что некоторых людей очень сильно пугает мысль, лицо или тело хозяйственным мылом. Полностью все тело и полностью все лицо, все полностью, кроме волос. Хозяйственное мыло отлично все отмывает. Здесь нейтральный запах. Ничем больше не пользуюсь для лица, кроме этого мыла. Умываюсь только им на данный момент. Также отличное средство для интимной гигиены. Как средство после битья, как средство для посуды. В общем, многофункциональное. У меня таких брусочков много. Просто одно показала. 200 грамм. Такое. 65%. Расскажу вам про все, что хотела. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, колокольчики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok